Эй, йоу, бро! А также переходи на мой второй канал, там, кстати, вышло уже одно новое видео, которое тебе очень понравится, так что я жду тебя там, и передай мне там привет! Чё творим, бро? Меня зовут Сергеонез, и это потерянный эпизод четверо в Кубе. Эту серию я нашёл на страшном канале, о нём нельзя говорить, там была эта серия. Я был очень напуган, ведь я и не знал об этом мультике, пока один из моих подписчиков мне об нём не написал на страницу ВК. Ты тоже можешь туда писать, я причитаю и отвечу. Серия началась с того, что бабушка управляет дроном, Валерия тоже хотела попробовать летать, но бабушка ей запретила. И когда она ушла, Валерия сама решила взять полетать, но она залетела в кусты, и четверо Кубу полетели туда и увидели там монстра. Они с ужасными криками вылетели из тех кустов. Валерия увидела там мальчика, который съезжает с горки, она тоже хотела, но он ей не разрешал. Он говорил, что это не для девочек, ведь они будут пищать. И потом Валерия пошла жаловаться кубикам, и они предложили построить свою огромную горку. На которой она сама будет ездить. И она согласилась. Валерия пошла чертить чертёж, как будет выглядеть горка. Кубики хотели сделать её самой страшной, но не всё так просто. Их строительство сопровождалось под страшную музыку. Это было очень страшно. Им ещё помогал робот, но его мозга не хватало, чтобы всё делать правильно. И они построили. Кубики были очень рады. Соседский мальчик увидел эту горку, и ему тоже захотелось прокатиться на ней. Валерия хотела напугать кубиков, но они говорили, что они ничего не боятся. Им на всё всё равно. Но они кричали очень сильно. Но тачка слетела с рельс, и они со скоростью тысячи километров в час летели в землю. От них остались лишь лепёшки. Кубики приняли назад свою форму, а вот Валерия нет. На свои глаза это всё видел соседский мальчик. Бабушка очень плакала, когда узнала эту страшную правду. На этом всё. Стал бы Сергеонис, поставь лайк тебе, это всего-то две секунды, а мне приятно. И подпишись на мой канал, я бы хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут бояться, не смогут уснуть ночью, а ты будешь с них смеяться. И помни, это всего лишь моё воображение.